Лечиться с комфортом и в тепле. Долгожданный и дорогой подарок к Новому году получили жители Благодарненского городского округа. В центральной районной больнице отремонтировали неврологическое отделение. Сегодня оценить ремонт в медучреждение приехал губернатор края Владимир Владимиров. О том, какие еще перемены ждут больницу, сюжет Киры Рогожиной. Татьяна Гостьева на больничную койку попала почти 20 дней назад с повторным ишемическим кризом. Сейчас ее же значительно лучше готовится к выписке. Говорит, внимание врачей и уютная обстановка помогли встать на ноги. Я лежала много лет назад здесь. Ну, конечно, было убого все, а теперь все так радостно, радует глаз все. Очень хорошо. Душевые такие, раньше этого не было. Коридор большой, светлые палаты чудные, светильники в каждом кроватке. Неврологическое отделение рассчитано на 30 коек. Ежегодно через него проходит порядка тысячи человек. Лечатся не только благодарнинцы, но и ближайшие соседи. Персонал больницы пытался приводить помещение в порядок своими силами, но этого было недостаточно. Если быть откровенным, то уж и стыдно было перед нашими пациентами, когда сюда входишь. Между тем, у этого здания достаточно богатая история. Оно построено больше века назад. В свое время здесь находилась тюрьма. Капитального ремонта эти стены не видели, отродясь. Последний косметический был примерно в 60-х годах. В прошлом году на проблему больницы обратил внимание глава региона. Из краевого бюджета на капремонт здания выделили 25 миллионов рублей. Качество работ Владимир Владимиров проверил лично. Преобразились не только палаты. Полностью изменились все помещения в отделении. Вот, например, процедурный кабинет. Теперь он светлый и просторный. Освещение виски светодиона изгибали в право власти. Организация полностью новая. Организация полностью новая. В целом губернатор остался доволен увиденным. Он поручил дооснастить отделение современным оборудованием и благоустроить прилегающую территорию. Кроме того, глава региона осмотрел состояние травматологического и инфекционного отделений больницы. Им необходим ремонт, возможность провести его рассмотрят в региональном правительстве. В 2017 году 400. В этом году, в 2018 году, 650 миллионов мы направляем вот именно в такие объекты. Именно в ремонты, в реконструкции, в развитии и так далее. И вот сейчас, скорее всего, эту цифру поднимем, ну еще, наверное, миллионов 120. Слава Богу, мы сегодня с налогами нормальные взаимоотношения имеем. И этими темпами еще минимум пять лет, чтобы можно было в любой районный центр прийти, в любую поликлинику крупную, и не было стыдно. Стоит отметить, что в прошлом году на Ставрополье капитально отремонтировали 40 объектов здравоохранения. Сейчас работы идут еще на 59. Кира Рогожина, Олег Байкулов, Благодарненский, Градской округ.